Дом номер 67 по улице Красноармейской за несколько лет сменил двух застройщиков. Возводить его начали в 2014 году. На данный момент деньги на достройку объекта выделены из федеральной казны. Вот сегодня мы видим, что началась работа по демонтажу конструкции, потому что объект стоял длительное время без консервации, и конструкции пришли в негодность. Сегодня мы разбираем этот объект до свайного основания и заново будем строить этот 12-этажный жилой дом. Демонтаж на объекте должны завершить к концу февраля, после чего начнется строительство. Сдать объект планируют к концу 2023 года, а губернатор Алексей Русских, который побывал на площадке, с такими сроками не согласен. С финансированием проблем нет, в учетах это два года. Это надо за год строить. 19 тысяч квадратных метров. Давайте мы эти самые графики пересмотрим. Где-то май 2023 мы должны принимать дом. Проблемные дома достраивают и в Засвияжском районе. Так, например, трехэтажный дом номер 47 ведут в эксплуатацию в середине ноября, а дом номер 48 в первом квартале 2023. Пять домов уже введены в эксплуатацию. Среди них девятиэтажка на Камышинской, 70. Двадцать с половиной года у нас была просрочка дома. Наконец-то мы дождались этого дня, даже до сих пор не верится. Хотели бы сказать огромное спасибо Тюрину Андрею Сергеевичу, Юманкулову, ну и вообще обоим нашим губернаторам, потому что и предыдущий наш губернатор не оставил нас в беде, и новый. Ну, до сих пор, в общем, не верится. Ряд домов в новом городе также находятся на стадии ввода в эксплуатацию, завершат работы до конца года. В микроюне Волжские кварталы – это дома номер 44, 45, 46 и 47. Касаемо двух девятиэтажных домов, первый дом, 19, находится в высокой стадии готовности, будет сдана 30 марта, и квартира с ремонтом к этому сроку тоже уже работы все сделана. Что касается 20-го дома, значит, обещали мы построить четыре этажа, идем на грани холла, значит, ну, наверное, в правде глазу, надо бы сказать, три с половиной только будет построено. Значит, его задача – достроить и сдать полностью с ремонтом в декабре 22-го года. Кроме строительства самих домов, дольщики переживают об инфраструктуре. С губернатором обсудили проблемы нехватки соцобъектов и мест для прогулок. Вопрос развития дорожно-транспортной сети будет прорабатываться. Анна Тищенко, Улправда ТВ.